всем привет мы на самоизоляции поэтому контент будет разный и сегодня контент снят и просто на телефон а сегодня мама покажет как она готовит яблочный пирог многие скажут что это шарлотка но это вообще не шарлотка хотя очень похоже но есть несколько фишек которые пришли нам еще от моей прабабушки и и бабушки очень вкусный пирог я с самого детства помню этот яблочный пирог и вот сегодня мы его приготовим абсолютно в свободном режиме ребята никакого качества ну колите но зато пирог будет значит для яблочного пирога смотрите готовим морковку мам прагнет они значит другое началось тут сразу мы пришли домой яблочный пирог показывать как он готовит а тут каша из топора говорит давай яблоки чистить говорит дома и не взялся пример для бороды у меня борода растет просто до колен борода моя бородка до чего ты отросла называли раньше щетка а теперь зовут метла берем много яблок это какая у нас серия яблок но это не кисло это не антоновка но пойдет тоже пойдет они плотные по крайней мере ножи кстати не сама вообще не было не православие гипфель какой-то тупой тупой нож капец у этот тупой дай надо саму ручка родненькая хорошо так вся жизнь наладится то что я только что пшикал руки абсентом не испортит нам терапия еще проблема в том что вообще нужны очень антисептики и по работе нужны и нам суши нужны но в суши затарили много антисептика вот а себе лично я не взял ни грамм улички ни грамм улички вот у меня был антисептик сейчас я вам покажу о старый добрый антисептик 66 процентов бухла в нем и нормально вроде как работает но он закончится 20 миллилитров мне надо сделать но бою себе абсент вот в абсенте значит сколько градусов 70 процентов ведь 70 процентов бухлишко и туп перелил его себе вот в эту опустевшую баночку и все он у меня всегда с собой единственное что конечно очень сушит руки поэтому где-то у меня еще с собой там крем для рук попшикал кремчиком смазался и нормально парень я молодой я нахожу я с бородой я не беспокоюсь я пусть растет до пояса а когда прогоним фрица будет время будем бриться мыться боится умываться с милкой целоваться смотрите значит фирменный момент пирог бабушкин это вообще моей прабабушки бабушки моей мамы бабушка и стакан сахара стакан сахара 200 миллилитров вот так вот дачу делал и муки стакан да да и два стакана муки нет еще полстакана молока в доме в деревне и 2 процента до растворения сахара мама говорит нарезать пока яблоки не надо пока тесто они пожелтели и вообще их резать не надо сразу блин столько кожуры вкусно через нее можно компот сделать я знаю где лежала в магазине да она лежала а до этого не знаю полстакана молока да вот смотри заодно сахар который прилип до 2 стакана муки до фирма смотри вот так вот давишь вот так вот давишь на карандаш на вот это сюда и вот так пальцем хоп и все ты морковку ешь вкусная что у нас тут еще есть смотрите у нас тут еще человек живет с нами дюша как дела твои солнце это ты сколько уже 1 1 2 2 стакан еще соды соды стран странный термин погашенные соды когда наоборот работает она погашенная значит она дает пузырьки там этого типа ну значит она должна быть получается называться не погашенная как-то запущенная наоборот сказать так второй стакан муки и погнал у нас сюда но во втором стакане еще немного соды но можно разрыхлитель тесто добавить разницы не будет слушай но шарлотка без молока обычно делается у меня сейчас не жарится форму у тебя есть на а вот это легендарный какой-то среди времен очаковский о консистейшн какой-то мука еще загребил вот такой вещь как для оладушков типа сметана гораздо гуще как сири сметана средний вот смотри подведи пузыри пошли не пошли до пошли пузыри лишь чтобы работать так противенечок но лучше разъемную форму до использовать или нет но у нас и нет здесь так взяли туалетную бумагу которую все сейчас завалить просто салфетку любую чушь а у людей туалетной бумаги для гречка блин мне так нравится просто снимать и присыпаешь мукой отлично вообще шикарно просто огонь так еще яблоки пошли до яблоки ты будешь нарезать прям сходу давай и все и вот так и вот понеслось и не надо ничего нарезать так это у нас последнее яблоко последнее яблоко слушай с антоновкой лучше будет конечно получше на это так себе одно яблочко супруг тоже кстати кисло нормально бой смотри тесто вот так заливаем ну похоже на как шарлотка но то что с молоком я не знал честно я обычно без молока делаю шарлотку надо будет такой вариант попробовать и сколько минут при скольких градусов ман а мы не включили духовку надо включить духовку смотри сода хорошо заработала видите прям пузырики сода начала действовать для соды нужна какая-то кислая среда чтобы она заработала поэтому мы всегда соду вот это вот слово называется гасим либо лимонной кислотой либо уксусом чтобы карбонат натрия как он называется начал пузыриться вот здесь кислой среды не так много поэтому видимо какой-то нормально будет сказали все будет нормально значит у меня на канале есть рубрика мамина тетрадка которую я пользуюсь ты знаешь мам что у меня такая рубрика же есть да вот это действительно физически тетрадка мамы в том числе там рецепты от бабушек есть в этой тетрадке которые я периодически делаю вот а тут просто мега эксклюзив нами на тетрадка в исполнении мамы да а класс она правда сниматься не хочет а жалко зря зря не хочет но тем не менее рецепт рецепт мамин тире бабушки вот такая вот нами на тетрадке у нас а и что можно сделать с очистками вообще можно ли из них приготовить компот например мне кажется можно мусорку да нормально соли пузырится хотя с чего непонятно да ну видимо от яблок кислота пошла молоко не кислое или кислое последнее время что-то все слишком серьезно блин относятся к съемкам свет давайте я свет хочу у нас будет свет там всякое такое дело ты не в этом до дело в какой-то душевности мне кажется что классно если за время нахождения здесь я еще уговорю чуть мам там поготовит нам и разрешит мне поснимать еще что-нибудь снимем до фирменные хлебцы в этом сосиска в честь и например я сам сниму хорошо мам сколько 200 градусов 200 градусов ставим я вылез короче в окно поболтать со своим братом который он там сидит в него как закрой окно иначе режим пузырьков будет нарушен прежде смотри пузыри еще больше стало когда я окно открылось меньше полопались короче не надо создавать сквозняк и холод пирог по велению мама отправляется пока готовится пирог можно выйти на дачный участок пошарахаться и показать вам например как добывается березовый сок смотрите маленькая рубрика очумелые ручки до трубочка березовый сок бутылка и вот здесь вот мы набираем абсолютно натуральный антиоксидант с березового сока можно делать кучу всего просто берем березовый сок добавляем то лимонной кислоты немножко сахара вас получается ровно такой же березовый сок как вот в магазинах трехлитровый банк а можно ему дать время забродить тогда это превратится в пивку а можно например как ивлев делает да ну вот он во всех интервью рассказывает о том что березовом соке он томит то ли осетра то ли кролика да потомить березовом соке какую-нибудь живность курочку например почему нет смотрите у нас уже пирожок какой хороший половина времени прошло но еще впереди половина времени эти 10 минут у нас осталось температуру под уменьшили до 180 градусов примерно две минуты кажется четенько вот это офигенно закарамелизированная корка самое то чего норм сухой все 20 минут при 200 градусов еще 10 12 минут при 180 все готово вот так под белым белым покрывала января вот такой вот смотрите какой чутенький пирог получается называйте как хотите шарлотка не шарлотка но это изумительно легко готовящийся и офигенно получающийся пирог сейчас у нас будет попытка выкладывание пирога попытка не пытка ты будешь тыщ 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 вау смотри он и снизу подпелся шикарно и сверху вообще четенько выпуск снят на обычный телефон в этом его определенный шарм мне кажется ставьте лайк если зайдет будем иногда эти такие простые штучки снимать для вас пирог офигенный он благодаря молоку становится видимо мягче то есть мы обычно вот если шарлотку делаем делаем без молока она более такая плотная консистенция так что ставьте лайки моей маме моей прабабушки от которой пришел этот рецепт и пишите свое мнение что вы думаете по поводу вот таких вот простеньких добреньких выпусков а мы садимся пить чай а пока кстати ваше вкусно